В столице 8 часов, вы смотрите новости, с вами Динара Саду, доброе утро и вот некоторые темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начнем выпуск с информации о прогнозе погоды. В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, туман накроет горные и предгорные районы Жамбылской и Туркестанской областей, а также северо- и западно-казахстанские, карагандинские и казалардинские регионы. И лишь в Мангустаусской ожидается ветреная погода. О погоде в столице в Нур-Султане ясно. Температура воздуха днем составит 13 градусов мороза. Тем временем из-за морозов столичные школьники с 1 по 4 классы первой смены сегодня переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Управление образования Нур-Султана. И как только что стало известно, в Казахстане за минувшие сутки было зарегистрировано 11 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди регионов больше всего положительных ПЦР-тестов в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 157 000 случаев. Для поиска людей, арестованных во время беспорядков в Алматы, создан специальный колл-центр, номер которого вы сейчас видите на своих экранах. По информации Департамента полиции Алматы, позвонив по единому номеру, указанному внизу ваших экранов, можно получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах и по другим интересующим вопросам. Как отметили в ведомстве, в колл-центры также могут обращаться и адвокаты. К другим темам. Жители Петропавловска продолжают получать счета за теплопотери. Их возмущению нет предела. Кроме дополнительных расходов, которые монополист возложил на плечи пользователей, им приходится еще и разбираться со счетами за коммунальные услуги. Дело в том, что при их расчетах брали не количество затраченных гигакалорий по приборам учета, а размер квадратуры. В тонкостях коммунальной арифметики разбиралась Кристина Юсичева. Теплопотери как были, так и есть. Просто они разные все время. У людей вот у меня 6, 30 тысяч 700. 66 тысяч, 20 тысяч. Жители Петропавловска продолжают получать счета с графой теплопотери. Суммы у всех разные. А еще потребители теперь не могут понять, по каким расчетам делали эти начисления. В квитанции должно быть, у кого счетчики, у нас счетчики. Потребление гигакалорий столько, цена столько-то за гигакалорию. Они пишут, метры квадратные. Я не пойму, как я плачу. У нас тариф по квадратам 130 тенге. Они мне по квадратам пишут 154. Я им звоню, они говорят, нет, это по счетчику вам посчитано. Я говорю, почему они без гигакалорий? Объяснить никто ничего не может. Я считаю, что это обман. Это незаконное обогащение. В конце декабря антимонопольный департамент подал в суд на теплоснабжающее предприятие за начисление теплопотерь потребителям. Но общественники считают, что в выиске нет главных требований. В самом именно исковом заявлении не опротестовывается сам факт начисления тепловых потерь, которые выросли там в десятки раз. В данном заявлении исковом из всех этих страниц можно понять только одно, что антимонопольный комитет судится с энергосбытом, только по техническому вопросу, а именно то, что в договоре на теплоснабжение, который заключен между потребителями и энергосбытом, отсутствует пункт начисления, сбор денег за тепловые потери. То есть в любом случае, какое бы решение суд сейчас не принял, в данный момент оно никак лучше для жителей города не станет. Об этом эксперты пытались рассказать антимонополистам, но в департаменте неохотно шли на связь. И только сейчас в присутствии журналистов пообещали их подключить к разбирательствам третьей стороной. А еще проверят новые факты начисления теплопотерь. Давайте проверим, еще раз запросим. Если, как вы говорите, начисляется, будем подавать повторные искы, чтобы их приостановили. Просто мы сейчас не можем им сказать, что их действия незаконны, так как сейчас процесс идет. После процесса, если даже они начисляют, как мы думаем, что незаконны, то можно перерасчет сделать. Кроме того, в антимонопольном ведомстве говорят, если выиграют дело, то и штраф монополистам начислят. Ну а жителям пока придется оплачивать завышенные суммы за теплоэнергию, так как судебные разбирательства могут длиться несколько месяцев. Кристина Юсичева, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24. Рекордные темпы роста потребительского кредитования в стране вызывают опасения у казахстанских экономистов и финансовых аналитиков. Эксперты говорят, чтобы не допустить еще больше закредитованности населения, нужен постоянный мониторинг и комплексные меры. Самообсуждаемый на сегодня законопроект о банкротстве физических лиц пока на стадии доработки. Ожидается, что принять его могут до конца года. Что он изменит и какие предложения в его проект вносят специалисты, узнавала наш экономический обозреватель Индира Тегжанова. Дефицит электроэнергии прогнозируют эксперты в Костанае. Причиной может послужить расширение черты областного центра и появление новых промышленных предприятий. Сейчас в индустриальной зоне города возводят крупный завод. Он будет потреблять чуть больше 40 мегаватт. Это треть от общей мощности, необходимой всему Костанаю. Сейчас недостатка электроэнергии не наблюдается. Чтобы его не было и в будущем, в областном центре строят третью подстанцию. Проект БАТОС позволит увеличить запас мощности в северо-западной части города. Объект обойдется бюджету почти в 10 миллиардов тенге. Финансируется он параллельно из республиканской и областной казны. Пока закупленная часть оборудования ввести в эксплуатацию подстанцию планируют уже в конце года. Строительство данной подстанции покроет необходимый дефицит и создаст задел еще на следующие года. То есть, согласно генеральному плану, у нас в данном районе северо-западной части города интенсивно идет и жилая застройка, и строительство промышленных предприятий крупных. Поэтому у нас еще порядка свыше 10% мощностей еще останется на задел следующих лет. В прямом эфире вы смотрите новости Хабар 24. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. Причиной, по его словам, послужило отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы, цитирую, войны или мира. Напомню, Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. После конституционных реформ 2015-го Армения перешла на парламентскую форму правления, поэтому с тех пор полномочия главы государства являются исключительно представительскими. Президент избирается парламентом сроком на 7 лет. После омикрона пандемия коронавируса может закончиться. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, после омикрона наступит затишье на несколько недель или месяцев благодаря сформировавшемуся у населения коллективному иммунитету. Тем временем в Брюсселе прошла многотысячная акция против антикорроравирусных мер. По данным правоохранителей, в ней участвовали почти 50 тысяч человек. Люди несли плакаты с надписями, критикующими ограничительные меры властей, вакцинацию и ковидные сертификаты. Завершилась манифестация с столкновениями с полицейскими. Десятки участников протеста были задержаны. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Я здесь, потому что против ковидных сертификатов. Они не защищают людей от заражения. Я работаю с пожилыми людьми, и они ходят на мероприятия, доверяя этим документам. А после они болеют коронавирусом. Не считаю это эффективной мерой против ковид. Тысячи людей выразили свой протест относительно антиковидных мер и в США. Они маршем прошли по главным улицам. Участники акции считают неэффективными принятые ограничительные меры действующего президента Джо Байдена. Напомню, пандемия коронавируса в США унесла жизни свыше 800 тысяч человек, а также разрушительно повлияла на экономику страны. Подготовка к Олимпиаде 2022 в Пекине идет полным ходом. На национальном стадионе прошла полномасштабная репетиция церемонии открытия зимних игр. В ней участвовали почти 4 артисты самого разного возраста в красочных костюмах. Отличительные черты предстоящие церемонии, экология и инновации. Но из-за холодной погоды и пандемии ее длительность сократили до 100 минут. Напомню, игры начнутся 4 февраля. Пекин станет первой в истории столицы летней и зимней Олимпиады. Продолжаем выпуск. В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, туман накроет горные и предгорные районы Жамбылской и Туркестанской областей, а также северо- и западно-казахстанские, Карагандинские и Казалардинские регионы. И лишь в Мангастаусской ожидается ветреная погода. О ситуации в столице. В Нур-Султане ясно. Температура воздуха днем составит 13 градусов мороза. Тем временем из-за морозов столичные школьники с 1 по 4 классы первой смены сегодня переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Управление образования Нур-Султана. Также из-за морозов на дистанционку перешли школьники Кустаная. Речь идет об учащихся первой смене с нулевого по девятые классы. Для поиска людей, арестованных во время беспорядков в Алматы, создан специальный колл-центр, номер которого вы сейчас видите на своих экранах. По информации Департамента полиции Алматы, позвонив по единому номеру, указанному внизу ваших экранов, можно получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах и по другим интересующим вопросам. Как отметили в ведомстве, в колл-центр также могут обращаться и адвокаты. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи.